ассаляму алейкум добрый вечер дорогие друзья вы на канале вкусная еда с хадиджей сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусного красивого и изысканного торта польского называется он пани валевская давайте начнем приготовление я всем желаю удачи на кухне я подготовила 500 миллилитров молока где-то 300 миллилитров молока нам нужно разогреть до состояния парения остальное молоко будем добавлять в крем в отдельной емкости смешиваем 100 грамм сахара 8 грамм ванильного сахара добавляем 40 грамм крахмала кукурузного все смешиваем сюда же вводим 2 яйца и желтки и белки вместе а также вводим остаток молока все хорошо смешиваем масса абсолютно однородная и сейчас понемногу вводим молоко и все хорошо смешиваем и сейчас снова переливаем емкость а а сейчас мы будем уваривать эту массу ставим на умеренный огонь нужно обязательно постоянно помешивать никуда не отходим потому что масса буквально сейчас сразу начнет загустевать желательно брать посуду толстостенную постоянно помешивая как начнет загустевать дадим еще буквально секунд 20 и будем выключать очень удобно это именно делать лопатка силиконовой и вот сейчас уже 20 секунд после первых пузырьков масса стала глянцевая посмотрите какая красивая вся влага выпарилась все готово снимаем с огня массу так оставлять нельзя нужно обязательно перелить ну что на сейчас моментально начнет покрываться корочкой накрываем пленочкой в контакт чтобы не было корочки и дадим возможность остыть а сейчас будем просеивать муку 360 грамм у меня белая пшеничная мука обязательно просеиваю для баланса вкуса добавляю щепотку соли 8 грамм ванильного сахара а также добавляю одну чайную ложку разрыхлителя все хорошо смешиваем сейчас будем добавлять масло масло должно быть обязательно холодное я его сейчас достала с морозильные камеры натирать будем на терке я подготовила 230 грамм и вот так натираем и все смешиваем с мукой масло 82 процента жирности обваливаем муке и протираем вот такая у нас красивая крошка получается всю ее обваливаем вы можете ножом это делать можете теркой вот такая масса у нас получилось и сейчас второй кусочек масла точно также будем сюда нужно делать все быстро чтобы масло не успела растаять тогда песочный корж будет очень рассыпчатым и нежным вот так натираем на терке и смешиваем с мукой все делаем быстро чтобы масло не успела растаять вот так перетираем рукой сюда же добавляем 100 грамм сахарного песка желательно мелкого и все перетираем в крошку вот посмотрите какая масса у нас получилось очень нежная мелкая крупка и сейчас сюда будем добавлять желтки и сметану для связки уже три яйца я делила бел на белки и желтки и очень важно чтобы посуда особенно там где белки она должна быть обязательно обезжиренной и сухой и не должно попасть даже немного желток не должен попасть потому что это жир это очень важно 4 белка отдельно 4 желтка отдельно яйца у меня комнатной температуры белки отставляем в сторону желтки идут в тесто добавляем желтки и добавляем 50 грамм сметаны у меня сметана 20 процентной жирности и сейчас все смешиваем если вы видите что у вас никак не собирается в комочек тесто то можно добавить еще немного сметаны лучше конечно это делать рукой потому что вы чувствуете тесто очень хорошо рукой вы уже чувствуете вам хватает влаги или нет точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу кстати хочу вам порекомендовать канал моей дочери лидия sweet у неё на канале очень много интересные выпечки хорошие проверенные рецепты я оставлю ссылку в инфобоксе под видео в описании посмотрите мои дорогие я думаю вам понравится и будет полезная информация собираем в комочек его долго месить не нужно это песочное тесто если вы долго будете месить во первых потом изделие готовое будет жестче и она начнет выделять масло вот она готова прекрасное тесто и сейчас распределяем его по процеду у меня процеду размерами 41 сантиметр на 29 и сейчас выкладываем тесто и распределяем его по пергаментной бумаге если вы готовите этот пирог в жаркое время и у вас тесто ну прям очень жидковато обязательно в морозильную камеру на минут десять хотя бы поставьте можно сверху накрыть пергаментной бумагой и немножко раскатать так будет удобнее можно выложить вот так на стол так удобнее и раскатываем и тянем в длину вот посмотрите я приблизительно раскатала и сейчас вот так подравниваем чтобы был ровный прямоугольник конечно же толщина пласта должна быть равномерная и эта масса как пластилин вот здесь у меня лишние если у вас комнате очень жарко то обязательно нужно холодильник вот так прям на процеду или на поднос и в холодильник на минут двадцать либо в морозильную камеру на минут десять вот такой у нас прямоугольник получился подравниваем концы видите она как все лепится очень красиво снова накрываю пергаментной бумагой и еще контрольный раз прохожусь аккуратненько сильно не надавливаю и вот так еще прохожусь масса податливая ведь она не вытекает очень стабильная вот я думаю на мой взгляд уже все равномерно и посмотрите какая у нас тут красота все готово переносим на процент так заготовка основа у нас готова и сейчас сверху наносим любой какой вам нравится джем у меня черника любой густой джем вот у меня вот такой джем очень красивый изумительный очень люблю также с абрикосовым джемом конфи тоже подойдет сюда и распределяем тонким слоем вот так не травмируя основания распределяем здесь конечно же будет просто идеально любой ароматный джем и красиво именно в контрасте с меренгой сильно толстым слоем не нужно поэтому распределяем у коржа абсолютно не нужны бортики но в случае если у вас конечно джем густой если жидкий конечно будет вытекать желательно брать термо стабильные джем и еще добавим немного и вот завершающий у нас тут распределяем и так контрольный проходимся чтобы у нас все было равномерно в разрезе чтоб красиво все смотрелось а сейчас будем взбивать белки и сейчас 4 белка добавляем в емкость напоминаю что емкость должна быть сухой и обезжиренной ни грамм влаги и не должно быть жира добавляю немножко щепотку соли для баланса вкуса и чтобы лучше взбивалась взбиваем до нежной пенки французской вот такая пенка у нас образовалась и сейчас понемногу будем добавлять сахар и взбивать сахар у мне 200 грамм желательно брать сахар мелкий нам взбивать нужно до устойчивых пиков вот обратите внимание масса у нас еще жидковатая но она посмотрите какая уже глянцевая это не показатель что она готова нужно еще продолжать взбивать масса уже утяжеляется и сейчас мы добавляем одну чайную ложку лимонного сока свежевыжатого и все смешиваем одну столовую ложку кукурузного крахмала и взбиваем все до однородности недолго вот посмотрите какая у нас получилась масса если мы с вами перевернем емкость масса не должна выливаться эти настойка и духовка у меня уже разогрелась до 200 градусов пока я готовила меренгу я поместила процвет в холодильник и сейчас у меня основа очень стабильно если вам позволяет холодильник желательно конечно поместить и сейчас поверх джема выкладываем безе то можно лопаткой можно ложками как вам удобно шпателем и сейчас распределяем и так если вы хотите чтобы у вас сверху меренга была незамысловатой формы можете просто вот так ложечками просто видите лопаткой спатулой вот такие волны небольшие создать и очень красиво получится можно в кондитерский конвертик и выложить красиво фигурно как вам нравится я показываю самый простой вариант и сверху посыпаем либо дроблеными орешками у меня миндальные лепестки мне очень нравится это сочетание у вас уйдет это 80 грамм можно пикант но мне нравится с грецкими орехами и с миндальными лепестками вообще мне кажется идеально очень вкусно посмотрите уже как красиво и так у нас духовка разогрета до 150 градусов включаем вверх-вниз выпекать будем при 150 градусах 30 минут и так у нас все готово выпекалась при 150 градусах 30-35 минут очень нежные получается у нас меренга и пропекся корж дадим полностью остыть края обрезаю мы приготовим крем 200 грамм сливочного масла комнатной температуры отправляем емкость массу взбивали где-то минуты 3-4 и сейчас у нас уже посмотрите заварной крем какой посмотрите добавляем где-то две ложки столовые комнатной температуры должна быть температура 1 чтобы у нас с крем не расслоился и все смешиваем до однородности снова добавляем крем и снова все вмешиваем до однородности и так пока полностью крем у нас не закончится добавляем и смешиваем и вот посмотрите какой у нас крем получился как птичье молоко очень красивый крем крем у нас готов и сейчас мы обрезаем вот так края разделили на две части и одну часть сейчас поместим на тарелочку и будем наносить крем посмотрите вот наш нижний корж какой он красивый очень аппетитно очень нежный и сейчас сверху наносим крем такой торт лучше готовить накануне потому что он еще ночью у нас полежит в холодильнике и уже на следующий день его желательно пробовать если вы хотите в этот же день хотя бы два часа в холодильнике для стабилизации крема и сейчас сверху вот так аккуратно сильно не придавливая распределяем и сейчас для стабилизации отправляем в холодильник и так дорогие друзья торт у нас получился очень нежный очень вкусный таким тортом вы точно украсите праздничный стол если понравилось видео ставьте лайк делитесь моим видео со своими друзьями и близкими если еще не подписаны обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа чтобы не пропускать выход нового видео я не прощаюсь с вами а говорю лишь до новых встреч друзья на канале вкусная еда с хадиджей пока пока